всем привет меня зовут василий суворов а меня зовут эльдар вадвей и сегодня мы узнаем о тату все что вы не знали или знали приходит например 14-летние подростки просит сделать маску гая фокса ты знаешь что это любые что мне не имеют хорошо что ты не знаешь грубая маску попросим во все лицо сделать любые деньги вообще любые мажор это не знаю любые но честно честно смотря во первых какой возраст и если придет человек уже сознающий голос нет конечно 16 нет 18 нет 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 20 ну 30 только он сказал прям мужик я понимаю что он конкретно года надо ну потому что всех свои тараканы в голове многие хотят сделать татуировку но не знают и с этим юмора очень много в интернете связано как выбрать татуировку вот например приходит я хоть пришел чтобы татуировку сделать как мне выбрать ее лично я сам не знаю что мне сделать да тут тут это очень интересно татуировщики таких клиентов не любят вот который хочет татуировку и не знают чего хочет то есть ему надо как-то его как и что-то что-то вот он ко мне приходит я пытаюсь узнать чем он занимается допустим если это спортсмен допустим там сноубордист да там грубо говоря соответственно можно предложить вот эти спортивные какие-то то есть там сноубордиста где-то там ну в общем какую-то спортивная если ему это не интересно начинают другую тему прощупываем его что ему нравится у всех есть какое-то там любимое какое-то не знаю животное ну да грубо говоря если ему животное нравится то делаем выбираем уже из каких животных если животное мне нравится пытаемся нащупать в другом месте узоры орнаменты например у тебя синий краски много осталось ли ты такой а вам нравится синие киты но они клёвые или такой ну так-то даткой так отлично у меня уже заряжено все давай снимает мнение нет заряжена вообще ничего не бывает при клиенте все собирается у меня такого отдельного раздела среди тату мастеров татуировки из таиланда когда приходит леды во-первых что это во-вторых я не помню как я это сделал и можно ли из этого другое что-то сделать вообще честно или я на формах про таиланд не читал что там прям и там просто короче есть какие-то монахи которые прям в очереди они вот прям конкретно монахи стоит очередь и они на свою на свою чё у него голове он то и колит от ищет ощутил то и сделать то есть монах чего ощутил на тебе тон и сделал есть другой вид татуировок там профессиональные тату салон но я не понимаю как ты можешь пойти в тату салон в таиланде сделать татуировку и как ты потом все спросишь если у тебя половина татуировки выйдет но они в основном все приходят потом исправлять то есть это реально то есть они заплатили там сто двести долларов за татуировку все потом приезжают сюда здесь уже платят еще столько же денег чтобы довезти я какая самая популярная татуировка последнее время например популярные дуванчики из которых разлетаются реально да такой дуванчик он такой векторный на я представляю него разлетаются такие штучки на потом перо перо тоже такое из него разлетаются птички это пик популярности несколько лет назад были как татуировщики говорят на жопники то есть у девушек такие узоры на пояснице и иероглифы знакомые девушки это она принесла это еще только начинал татуировки делать она принесла там список и иероглифы то есть и окончание видимо то ли распечатано было не так в общем не знаю в общем и по ее ному смыслом накололи сделали иероглифы она подъехала со знакомой в китайский ресторан там же китайцы работают и говорит что здесь у нас вот переводится в общем не то абсолютно вообще непонятно там ну вот что точно запомнил там есть иероглиф означающий борьбу кланов игры и драконы то есть а ей татуировку делал там любовь удача счастье там то есть вообще близко не то она могла попасть в замес в серьезный в китайском есть такое мнение что среди у например у тату мастера как у человека обладающего связанного с таки со сферой стиля и искусства много женщин ну то есть многие например подписчики молодые которые определяются с местом жизни которые хотят стать татуировщиками для них является так некоторым мотивом не вам тебя будет много девчонок все правильно да просто если есть жена сложнее конечно я понимаю как бы проблемы но они всегда рядом есть то есть какое самое неприятное место в чешком теле где тебе приходилось делать татуировку ну понятно что все думают об анусе было такое на анусе не делал но видел только в интернете где-то на фестивале в лос-анджелес лос-анджелес там даже мне кажется это ничего неприличного на анусе давайте нет ну вообще неприятное место для меня не то что именно место как к нему прикасаться а там есть кожа допустим между лопаток на пояснице она очень резиновая такая прям она упруга потому что видимо гнется я как бы потертое седло вот слегка по приходит слегка по даты взрослый 35 например лет и просит вытатуировать на лбу сейлор на лбу надпись близлежа все фантастика тесно фантастика да вот как по ощущениям становится ли или реально человек круче статуировкой если без аспекта вот прямо так сказать я в игру я даже хожу как-то по другому что даже рука как-то по-другому сгибается нет но это конечно все помнительность собственная но есть очень важный момент есть энергетика в татуировках это это на самом деле есть то есть у меня опыт жизненный уже большой с татуировками связано и есть примеры реальные вот если ты себе какую-то стимулирующую то есть надпись делаешь или какой-то узор то есть то есть ты в эту татуировку вносишь какую-то смелость агрессию не знаю вот как это назвать да она она тебе принесет эту энергию первую пустую toteатрочку как ты уже же 아이 похоже izquierды то есть 4 лет сюда вот тебя кстати да знаете там вообще чертопиле стал我想 сказать я буду считать разограммы там 10 часов то есть все время мы так вот снимали руб комиксер на от хотя там пользу этот меню которых климат большая экицетные стены он обойдет он или позд Jahre то естьno pasame甲 Raw но опять что если Greth употреблено ты рисовать не умеешь, ты идёшь учиться рисовать вначале. Если ты умеешь, то уже проще. А если ты собираешься делать такие чувствуют Likeid И по идее рисовать могут все, но это надо развить. Квадрат же тоже надо уметь нарисовать. Можешь вместо квадрата треугольник сделать, но не квадрат. То есть надо руку набить, рисовать чуть-чуть, надо порисовать, потренироваться. Все, ты дошел до этой степени, все, ты уже чувствуешь, что, допустим, комиксы ты их неплохо перерисовываешь, значит, ты можешь комиксы и наколоть. В чем надо? Это очень крутое вражение. Дональд, да? Да, Дональд Дака. Все, ты нарисовал, хочешь наколоть подруге Мани на жопе Дональд Дака. Спасибо. Вам тоже спасибо. Спасибо огромное, может быть еще увидимся, может быть еще встретимся. Будут вопросы, обращайтесь с удовольствием, мне было приятно с вами пообщаться. До свидания. До свидания. До свидания.